здравствуйте друзья с вами телеканал афонтова и чуть не сказал у нас гостях на самом деле все наоборот это мы приехали в гости к артисту эстрады заслуженному артисту российской федерации игорь умоменко здравствуйте игорь владимирович добрый день но так повелось и я уж не знаю от кого это добрых людей или от журналистов но как-то вас забрендировали давно и успешно вот этим званием человек анекдот я просто хочу понять как вы сами к этому относитесь и какой из этих званий вам ближе вот это народная человек анекдот или заслуженный артист безусловно народные ближе не я себе придумал это звание хотя мне приятно что от меня назвали значит наверно кто-то считает достоин такого звания стараюсь давать понять что ему соответствую старость развод новый анекдот и стараюсь переделать добавлять что-то в старый чтобы не колоритики звучали поэтому конечно это это приятно почему нет но с другой стороны мне кажется этот жанр подразумевает такую слишком короткую дистанцию с аудитории но имеется ввиду что наверное как иногда незнакомые люди в каких-то компаниях просят там владимирович расскажи анекдот там и как вот как с этим жить приходится идти на поводу ну это часто часто происходит но конечно не могу сказать что прямо к первым встречам то а конечно и давай так это тоже будет нечестно но бывает ситуация когда интересный рассказчик стоит рядом который тебе рассказать интересные экдоты расскажет хорошо смешно актерские правильно соответственно тебе тогда становится интересно то рассказываешь ему ответ к счастью анекдоты не не так как раньше но и появляется новый есть хороший но на самом деле даже самую смешную казалось бы историю можно загубить вот таким неярким исполнение губят еще как не будем показывать пальцы у вас есть я не знаю какие-то правила какие-то технологии как подать выгодно смешную просто я уяснил еще можно сказать с младых нотей что анекдот это короткоммерческий рассказ ярким финалом поэтому не ни в коем случае нельзя рассказать анекдот просто стараясь добраться до финала чтобы он прозвучал смешно если финал хороший конечно он прозвучит он сам по себе смешно репризный надо рассказать анекдот так чтобы он был нафарширован какими-то репризами в процессе чтобы было интересно его слушать иногда получается а это вообще дорогого стоит когда сам процесс смешнее чем финал но это я считаю что это вообще какая-то такая маленькая победа потому что ну актерский подать анекдот это очень очень важно я стараюсь как можно смешнее рассказать сам анекдот чтобы смешной сам процесс не только финал а зачем смеются люди вот вы рассказывали что вы были в намибии и какой-то человек который никогда не выезжал из намибии рассказывал вам анекдоты и вы все их знали сколько вообще существует сюжетов в мире над которыми люди смеются ну я знаю по причине своей профессии наверное больше чем бывать или анекдотов который рассказывал действительно практически все знал который я ему рассказывал не знал но он так смеялся заразительно перескатывал по телефону своим друзьям из южного африки вообще я уже именно на мебе понял что анекдоты достояния не является достоянием нашей страны это достояние всего мира просто они переделываются под на свой лад то есть допустим если у нас это молдавский вот в америке так вот такие же анекдоты рассказывают про поляков допустим в аргентине вот я был там есть провинция кордова там вот такой же как у нас про молдаван там раз про провинциалы из кордова ну и так далее то есть каждый привязывается по вообще откуда они берутся никто не знает вообще секрет инопланетяне наверное ну и вещь такая интернациональная я бы сказал объединяющая я знаю практически всех известных авторов которые пишут на монологии но я уверяю что никто из них это не придумывает и я ни одного автора анекдота великолепно блестяще могу вспомнить 150 штук шедевров я не знаю ни одного единственного ни одного автора не знаю кто это делает непонятно а сколько коллекции анекдоты вы же собирает вы знаете я обладаю хорошей памятью математической можно рассказывать 12 15 тысяч в интернете скачать важно не сколько как и какие поэтому я не задумывался сколько вы много гастролируете в том числе и за рубежом и наверное можете как-то вот составить карту регионов с обостренным чувством югора каких регионах вот ваши выступления принимаются наиболее в общем как-то тепло с точки зрения реакции ну если брать за границу в данном случае я бы сказал они на самом деле все очень отличаются наверное самый на мой взгляд остроумный зритель это прибалтика да это действительно это факт и странно принято считать что как раз там очень запоздала и искушенный смеется там где нужно как говорится до германии гипертрофированный зритель хорошим соседа слова конечно они настолько тебя ждут они настолько накачаны адреналином и мажором они желанием слушать и участвовать им что они от здравствуйте смеются еще минут 15 надо стоять чтобы подождать пока нет смеются вообще очень интересный зритель конечно работать первый раз кто приезжает мне очень неожиданный эффект происходит прямо теряешься не знаю что делать потому что овации сумасшедшие от каждого даже пред репризы еще не репризы очень интересные зрители ну в америке хороший в израиле там там ровный зритель хорош мы часто ждем немножко педаль регионального патриотизма сибирь сибирский зритель как вам вот я бы сказал тоже искушенный зритель он смеется не везде и надо его завоевать на самом деле это так я уже к этому готов то есть знаешь что и раскачивать надо постепенно 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 ну меня так и конец концерт выстроен и рано или поздно зритель начинает расслабляться смеяться забывать о своих проблемах очень интересный зритель мне нравится сибирский зритель сейчас на телевидении много юмористических программ может быть даже больше чем нужно есть там некий такой классический эстрадный аншлаг есть какая-то параллельная вселенная там с участием может квн-овского или пост квн-овского юмора ну у всех своих зрителей это дело вкуса и эти вселенные не пересекаются но тем не менее вам что-то интересное из того что происходит в этом параллельном мире что то нравится из того что делают юмористы другие юмористы для другой аудитории безусловно нравится сам материал в первую очередь к сожалению оставляет желать лучшего исполнения это не имеет я не имею абсолютно всех артистов кто-то лучше кто-то хуже конечно в общем общая планка общий фон на мой взгляд не очень высокий но то что бывает очень смешные шутки безусловно и немало это ли авторы хорошие пьет тоже сами сами артисты хорошо прогрессирует направлении но много юмора действительно очень смешно посмешнее бы рассказать актерской лучше бы это сделать а как вы тестируете свои истории на ком как вы понимаете что вот этот номер эта шутка найдет открыть зале есть у вас какая-то такая фокус-группа наверное можно говорить о каком-то опыте все-таки уже и я вас со своим нитратором сереже вместе мне очень важно его мнение всегда ему рассказываю показа вместе решаем как правило кто-то из нас не ошибается кто-то говорит то что нужно а потом просто проверяешь на на зрителей сначала по листочку смотрят что проходит что нет это принципе все артисты так делают какие-то репризы убираешь докручиваешь новые вставляешь отсылаешь автору то что проходит он добавляет еще новые призы ну вот таким вот отсевом путем отсева вырастает хороший номер ваше увлечение охота и рыбалка это неизменно уже много лет может быть вот из последних трофеев из последних каких-то вот эмоции связаны с отдыхом ну это интересно вот сейчас был на чукотке охотился на гуся вверх края какой очень интересный москве солнце светит листья туда приезжаешь по пояс снегу за свитки сидишь очень интересными двери можно увидеть все на самом деле охота не всегда застрелить это и посмотреть пофотографировать очень красивые интересные места ну и рыбалка если удается вырываясь на хорошую рыбалку а как правило это или астрахани или вот что-то такое надежно бывает даже вот платные пруды в на даче когда в нет возможности поехать куда-то подальше времени нет идешь на там тоже можно половить неплохо их очень много зарыблены хорошо рыба ловится крупно поэтому забываешь его карь аквариум и все давай ссылаешь у вас два сына но понятно люди немножко другого поколения как вы обсуждаете с ними свое творчество как они вообще с кем с сыновьями как они относятся к тому что вы делаете да они на мой взгляд довольно срубные ребята и не будет смеяться просто так совершенно точно вы знаете и им все равно кто кто я как артист глава это просто папа поэтому им не обязательно там но ребята срубные и иногда подкидывает иногда мне радует они выдают такие вещи что очень приятно обсуждать да вы знаете в основном они смотрят уже в эфире и тогда говорят свой выносит вердикт свой а чем они занимаются насколько они близки к вам вот пора будить старший сын у меня живет в питере занимается бизнесом а младший у меня сейчас переходит 10 класс он играет футбол спартак 2 такая команда он там вратарь очень здорово у него все получается прогресс на лицо то есть дай бог будем надеяться и в этой связи возвращаясь к этой истории которая конечно уже обговорена журналистами на 100 рядов то есть как цирковой артист момента стал эстрадным артистом момента насколько это было легкое решение все-таки вот практически цирковая династия довольно приличная пауза прежде чем я после цирка ушел на эстраду когда я поступал в цирковое училище в москве мне вообще прочие эстрадное будущее хотя и лично я даже не верил в то что это может быть но уже тогда я рассказывал громадное количество каких-то смешных историй анекдотов однозначно получалось что там греха то я вижу что получалось и говорю что надо на эстраду параллельность эстрадное отделение было но я был фанатом акробатики папа мой занимался акробатикой блестящим акробатом цирковым мне очень хотелось быть похожим на него то есть я пошел по его стопам а когда с акробатом с акробатикой закончил ну это век недолго у акробатов что греха то есть человек в 30 лет молодой полный сил но акробатом уже никакой чем дальше тем хуже это надо быть молодым и потом это физически конечно очень тяжело очень тяжело поэтому после это была какая-то пауза позанимался немножко каким-то там бизнесом и потом пришло решение николай лукинского знаете такой известный артист предложил мне работать с ним в паре мы попробовали получилось в аншлаге регина поверила мне на слово что я выступлю хорошо даже не проверяла ничего вот после этого поработали пару потом как-то разошлись но продолжаем дружить работаем отдельно ваш кумир юрий никулин вам посчастливы с ним общаться была ли такая ситуация когда вы юрий никулина рассказывали не дот и не было ли вам вот как исполнителю не знаю страшно что ли я буду говорить честно откровенно сейчас можно придумать что угодно у меня с никульным были отношения но дружески я не могу сказать кто я был там молодой парень никулин это метр разговор просто мне очень сильно помогал в плане моего папа по моему болел он мне очень много помогал мне очень подмывало рассказать анекдот ну так может атмосфера была неподходящая но как-то постеснялся я ни разу ему ничего не рассказал он когда мы разговаривали параллельно не он бешу так просто не мог он сыпал репризовики но это природный дар конечно ничего я ему не рассказал но очень хотелось мне казалось что сейчас расскажу но мало ли там подходит к никулин рассказывать анекдоты как-то я была такая заниженная самооценка на этот счет у меня не сподвинулся и последний вопрос может такой жизненный и личный поскольку но иногда в жизни бывает что-то очень похожее на анекдот и а бывает что жизнь преподносит очень не смешные сюрпризы и вы это знаете что делает артист момент к которому очень не смешно но надо выйти на сцену потому что люди в зале ждут смешные шутки ну наполовину ответили на этот вопрос люди ждут и хотят меня видеть не пришли в хорошем настроении они оделись они принесли цветы и в этой ситуации я не должен забывать что это моя работа и в первую очередь и потом я не могу подвести людей которые пришли на концерт и естественно стараюсь и у меня не бывает концерта которые работают в полсилы вот зал там не такой всегда на 100 процентов стараюсь она строить что на сегодня другое завтра третье у каждого так все живые люди игорь владимирович большое спасибо вам за этот разговор спасибо вам